Казахстан 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 в этой сфере. Хаус-мастера. Именно так будут называться специалисты по умным домам. В эту профессию войдут ряд специализаций и квалификаций. То есть колледжи, которые определяют для этой миссии, будут готовить кадры под ключ. От проектировщиков зданий до установщиков интеллектуальных систем. Это специалисты будут сооружать умные дома. То есть эти специалисты непосредственно будут заниматься монтажной, наладкой умных домов. Так как сейчас потребность у населения высокая. По грантам вопрос открытый пока. Потому что это новая специальность, которую нам необходимо внедрить в систему наших классификаторов. После колледжа должны получить лицензию при соответствующей квалтребовании. И затем осуществлять подготовку. Но мы сейчас замечаем тенденцию, что этого требует рынок. И данная работа будет ускорена. Пока в ведомстве прописывают требования к новой профессии, на рынке труда ищут укладчиков асфальта, плотников и бетончиков. На сайте электронной биржи открыто больше трех тысяч вакансий в области строительства и архитектуры. Больше всего объявлений опубликовали в Кустанайской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях. Астана в этом рейтинге занимает пятую строчку. Самыми востребованными являются дорожные рабочие, плотник и маляр, каменщик, бетонщик, инженер-строитель. Если сделать анализ по соискателям, чаще всего соискатели ищут работу по профессиям монтажник, инженер в строительстве, маляр, штукатур, газорезчик. Интернет-ресурс в онлайн-режиме обновляются моментально, каждый день. Как работодатели размещают свою вакансию, так и соискатели могут разместить резюме. Вакансии размещаются сроком на один месяц. В ассоциации застройщиков Казахстана уверены, электронная биржа труда не отображает реальной картины. Перечень дефицитных кадров куда шире, говорят здесь. Однако на вес золота сейчас специалисты по теплу, воде и электричеству. Специалисты по отоплению и вентиляции, специалисты по водоснабжению и канализации, специалисты по электроэнергетике и теплоэнергетике. Даже специалистов в сфере транспортного строительства их аналогично не хватает. То есть это очень большой сегмент дефицита, который нам необходимо каким-то образом решать сейчас. Почему не сделать единую базу выпускников, прорейтинговать этих выпускников, показать там кто крутой, кто звезда, а кто был посредственным учеником. Ну давайте сделаем этот инструмент. Сварщик с 20-летним стажем Аскар Белялов тоже был бы рад такому реестру. Последние 15 лет мужчина работает сам на себя. Заказов у него много, а вот помощников не одного. На их поиски уходят месяцы. И потом в подмастерьях они долго не задерживаются. И на строительные объекты рвутся не все. Дефицит в чем? То, что малая заработная плата. Вот допустим, я не пойду никак на работу в строительную организацию, так как там 400-450 тысяч тенге, это меня не устроит. О свободном плавании, ну если опыт наберешь, ну заработная плата разу в пять в среднем больше. Сварочные работы, это не просто взял в руки держак электросварки. Это надо изучать, это надо понимать. А сегодняшняя молодежь, им легче, проще идти на доставки, ну и на доставках, на такси зарабатывать. Ассоциация застройщиков Казахстана обратилась в Министерство труда и просвещения с предложением создать единый хаб выпускников. Там уверены, площадка позволит находить квалифицированные и дефицитные кадры в один клик. Однако пока вопрос висит в воздухе. В эти выходные в Казахстане отмечают День строителя. Почетная профессия во все времена. Без этих людей невозможно любое развитие. Будь то маленькое село, город или даже целая страна. Наиболее отчетливо это видно в населенных пунктах, которые сейчас переживают настоящее возрождение. Например, Раимбекский район в Алматинской области. Там сейчас ведут строительство сразу 16 социальных объектов. Моим коллегам удалось встретиться со строителями в их профессиональный праздник, а также поговорить с сельчанами. Ерик Каниев в строительстве уже без малого 20 лет. По его словам, он уже давно сбился со счетов постройки скольких жилых домов, школ, больниц и детских садов за это время принял участие. Хотя каждому объекту подходит со всей ответственностью. Говорит, строительстве по-другому нельзя. Этого принципа он придерживается и на нынешней своей стройке. Поликлиники в селе Наренколь на 250 мест. Внутри сейчас идут отделочные работы. Кладем кафель. Параллельно коллеги снаружи заняты монтажом фасада. Погода благоволит. Материал хватает. Ко дню независимости должны закончить и сдать объект. Село Наренколь в последние годы вообще переживает настоящее возрождение. Новые социальные объекты открываются одним за другим, чему местные жители не могут нарадоваться. У нас сейчас, к примеру, среди прочего строят пожарный пост. А в прошлом году в селе Наренколь стартовало строительство 20 домов. Все они уже близки к сдаче. Что сказать, Наренколь процветает. В планах подготовка документов для открытия таможни в Раймбекском районе. Все это новые рабочие места. Это очень хорошо. В этом году Раймбекскому району в его нынешних административных границах исполнилось 6 лет. Из депрессивного уголка на карте страны, откуда в прежние годы многие пытались уехать, он превращается в современный перспективный район. К примеру, в скором времени в самом райцентре ожидается открытие Дворца молодежи и Дома культуры. А в селах неподалеку строители готовят сдать в эксплуатацию школу и спортивный комплекс. На этих площадках сейчас задействованы более 400 человек. Практически все строительные работы, которые ведутся на территории района, идут согласно графику. Никаких торможений нет. Мы намерены качественно и вовремя сдать все эти объекты. Спасибо нашим строителям за их труд. Хотим от всей души поздравить всех казахстанцев, которые заняты в сфере строительства, с их профессиональным праздником. В областном центре региона по случаю праздника состоялось торжественное мероприятие, где отличившимся строителям были вручены отраслевые награды и почетные грамоты. Восемь новых медицинских объектов построят в Уджарском районе области Абай. Проект реализуют в рамках программы «Модернизация сельского здравоохранения». Сейчас работа на строительной площадке идет полным ходом. Из бюджета на это выделили больше миллиарда тенге. Кроме того, в районную больницу привезли современное оборудование. Теперь беременные женщины проходят необходимое обследование, не выезжая в областной центр. В селе Урджар строят врачебную амбулаторию. Новое здание медикам просто необходимо, поскольку сейчас они работают в съемном помещении. А новое здание рассчитано на прием до 8 тысяч человек. Делится радостью Серикали Янсимбаев, заместитель главврача Урджарской районной больницы. Амбулатория «Саят» находится у нас в арендном доме. Платим 6 миллионов тенге в месяц. Собственного здания нет. По инициативе нашего руководителя при поддержке Акимов районов области строится новая амбулатория. Сейчас работа на стройке идет полным ходом. В области появятся 5 медпунктов, 2 амбулатории и 1 фельдшерско-акушерский пункт. Саней Азбек, Жанабаев, представитель подрядной организации, уверяет, что завершат строительство в срок. Мы работаем усердно и думаем, что закончим в этом году. На всех объектах идет работа. Материалов и работников достаточно. Все идет по плану. Обновляют и оборудование в медучреждениях. Урджарская районная больница обслуживает 42 тысячи человек. Ранее местные жители ездили в семьи, чтобы пройти ультразвуковое исследование. Особо тяжело было беременным женщинам. Сейчас здесь установили 4 аппарата УЗИ. Стоимость такого оборудования – 1 миллиард тенге. Теперь врач-санолог Айнур Сандыбаева спокойно за здоровье будущих мам. Когда УЗИ аппаратов не было, мы отправляли всех беременных женщин в город семьи, чтобы они прошли скрининг. Теперь они могут пройти обследование у нас. Один аппарат находится в приемном покое. Если экстренно поступает пациент, мы сразу же проводим обследование. Это очень удобно. Также в здании районной больницы планируется строительство кардиолога-инсультного отделения. Сейчас специалисты разрабатывают проектно-сметную документацию. По словам врачей, строительство новых медицинских объектов значительно улучшит качество здравоохранения. Лиана Жамлиханова, Рустем Кайрат Улы, Берег Жобалай Улы, область Абай-24КЗ. В столице прошел ежегодный благотворительный забег в поддержку людей, ожидающих трансплантации. Организаторы в этом году добавили дистанцию 1 километр. Это для тех, кто не привык бегать, но хочет выразить свою поддержку. Участники могут просто пройти эту дистанцию пешком. Динара Абдирова продолжит. 4, 3, 2, 1, let's go! Это первый марафон Бегбулата Черниязова после пересадки почки. Причем после операции не прошло и года. На старт мужчина вышел вместе с дочерью. Поддерживала домочадцев с супругой Бегбулата. Она, кстати, выступила донором для мужа. Я очень хорошо себя чувствую, потому что я жил 3 года на гемодиализе. И для меня 3 километра были пыткой. Сейчас я спокойно бегаю. После пересадки почки у меня улучшилось общефизическое состояние, нормализовалось давление. Думаю, уже в следующем году смогу пробежать 3 километра, а после и 10. Благотворительный забег-фестиваль Жрю Гумнанджин Мпазы проводится каждый год. Цель – поддержать людей, ожидающих трансплантацию, и рассказать о проблемах в этой сфере. В этом году спортивные события приурочили к годовщине первой успешной пересадки сердца в Казахстане. Она состоялась 12 лет назад. За это время в стране провели 97 операций. В этом году всего 2 трансплантации сердца проведены. Одна здесь, а одна недавно в Шимкенте. У нас сейчас есть 3 центра, которые в состоянии выполнять. Это Институт кардиологии внутренних болезней в Алматы. Это центр сердца Шимкент и центр сердца Астана. И при этом мы проводим всего такое количество. То есть технологически, если говорить о кадровом составе, мы готовы. Но, к сожалению, выявляемость потенциальных доноров еще очень и очень низкая. Этот забег и призван повысить осведомленность и дать возможность каждому участнику внести свой вклад. Марафоны объединяет всех, кто неравнодушен к этой теме. А таких немало. Только в этом году число желающих участвовать в фестивале превысило 3000 человек. В их числе пациенты, которые перенесли операции, министры здравоохранения и общественные деятели. В 2016 году у меня была проведена пересадка сердца. Вот уже более 8 лет я как бы нахожусь в совершенно нормально, прекрасном состоянии. Трансплантация органов – это в первую очередь помощь нуждающимся пациентам, которые годами, как надеется, ждут поддержки, помощи. Все средства, собранные на благотворительном забеге, направят на реализацию и финансирование проектов в области казахстанской трансплантологии. Сегодня в Казахстане в листе ожиданий на пересадку органов числятся больше 4000 человек, из которых 144 ждут сердца. Зинара Абдирова и Руслан Алиев, 24КЗ. В разгар олимпийских игр сувенирные магазины Парижа с трудом справляются с наплывом посетителей. Организаторы отмечают высокий спрос на официальные символы Олимпиады. Ожидается, что до конца игр будет продано до миллиона маскотов. Длинная, на несколько сотен метров очередь в главный сувенирный бутик Парижской Олимпиады в эти дни не пугает туристов. Только этот магазин посещают от 10 до 15 тысяч человек каждый день. Я здесь стою в длинной очереди, потому что люблю олимпийские значки. Я купил футболки с символикой 2024. Я просто хотел купить что-нибудь на память об этих олимпийских играх. Я сам из Америки, а завтра стартует брейкинг как официальный вид олимпийского спорта. И он родом из Америки. Так что хочется запечатлеть этот исторический момент. В ассортименте около тысячи наименований ценой от 5 евро за блокноты, ручки или браслеты до 800 евро за гигантскую версию официального символа Олимпийских игр в Париже. Богатейший ассортимент представлен в сувенирном магазине Парижской Олимпиады. Но главный хит, конечно же, один. И это фриш. Маскот, который символизирует головной убор французских революционеров. Кстати, первый за всю историю Олимпийских игр официальный символ головной убор. Фригийский колпак. Фригийский колпак символизирует свободу и инклюзивность, поскольку одна ножка у него заменена протезом, как вы видите. И даже реснички особые, со смыслом. Это французский триколор. От фригийского колпака ждут установления рекорда продаж Олимпийской франшизы. И тот факт, что мало кто за пределами Франции знает историю этого символа, никак не отражается на его популярности. Организаторы планируют продать миллион плюшевых фрижей. Помимо маскота, лучше всего расходятся футболки, кепки, значки и афиши. Достаточно высокая цена не влияет на шоппинг туристов. Каждый хочет увезти на память сувенир главного спортивного праздника. Вот смотрите, 236 евро. Половину купила на подарки, и остальное это друзья попросили им захватить. Я купила несколько кепок для друзей, игру для племянников и еще один подарок для них же. Мы только что купили эту шапочку. Моя жена искала лучшую цену в течение трех дней и в итоге нашла ее. Мы хотели и нашли. И это лучшая шапочка. Сувенирная продукция одинаково популярна среди иностранцев и французов. Примерно половина посетителей бутиков – местные жители. Несмотря на то, что Олимпийские игры подходят к концу, критического снижения продаж организаторы не ждут. Для предстоящей пара Олимпиады рационально был выбран тот же самый официальный символ. А значит, впереди еще 12 дней гарантированных продаж. Альяса Сдыкова, Руслана Мержан, 24КЗ, Париж, Франция. Сегодня вечером пройдет торжественная церемония закрытия Олимпийских игр. Ожидается, что в масштабном шоу примут участие такие мировые звезды, как Билли Айлиш, Снудок, Том Круз, Тейлор Свифт, Леонардо Декаприо, а также французские исполнители. Мероприятие пройдет на стадионе Стад Де Франции и завершится передача Олимпийского огня мэру Лос-Анджелеса, города, который в 2028 году примет следующие игры. Прямая трансляция начнется в 23.15 по времени Астаны и будет доступна для просмотра на телеканалах Хабар и Елерна. Это все новости к этой минуте. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова